Здравствуйте! Это программа Город С. Я Елена Чернявская. В филиале Самарской библиотеки номер 5 организована выставочная композиция «Взлетная полоса», посвященная истории военного самолетостроения, производственным подвигам сотрудников предприятий авиационной промышленности, подвигам военных летчиков воздушной обороны Куйбышева и быта авиационных предприятий во время войны. Подробнее об этом проекте я говорю сегодня с моими гостями в студии. Елена Викторовна Горбунова, заведующая библиотекой номер 5, и Ирина Викторовна Щеглева, читатель библиотеки, заместитель председателя правкома машиностроительного предприятия. Здравствуйте, уважаемые гости! Здравствуйте! Ну, давайте мы поговорим с вами, конечно же, об этом проекте. Название очень громкое, одиозное, я бы даже сказала, «Взлетная полоса». Но вот скажите, как вообще пришла идея создания этого проекта и почему именно в библиотеке? В декабре 2020 года библиотеки номер 5 Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы исполняется 90 лет. Исполнилось уже 90 лет со дня образования. За время своего существования она сменила несколько адресов и названий. И с января 1963 года наша библиотека была переведена со всем книжным фондом в специально построенное помещение по адресу улица Аэродромная 9, где находится и по сей день. Библиотека наша ежегодно участвует в профессиональных конкурсах, программах, активно занимается программой патриотического воспитания. И вот в 2020 году наша библиотека выиграла грант. На выделенные деньги 150 тысяч рублей будет приобретено оборудование для выставочного проекта «Взлетная полоса». У нас в библиотеке проходит очень много мероприятий, посвященных самарцам, участникам Великой Отечественной войны, в том числе Ольге Санфировой. Среди читателей библиотеки у нас инженеры и руководители заводов, преподаватели аэрокосмической отрасли. В фондах библиотеки находятся документы, видеоматериалы и книги, посвященные этой теме. 8 мая 1985 года в сквере перед библиотекой была установлена стела Ольги Санфировой, самарской летчицы. Позднее сквер был назван ее именем. На улице Аэродромной, где находится библиотека, во время Великой Отечественной войны находился аэродром. Запасной аэродром авиационного завода и также гражданский аэродром, который принимал послов, вышестоящих делегаций. Высокие послы, делегации, руководители советского государства. Таким образом, само местоположение библиотеки располагает поддерживать авиационную тему. Вот поэтому, наверное, и проект имел место быть, но все-таки он совместный. Ирина Викторовна, вот вы как читатель библиотеки в первую очередь, как можете оценить этот проект и вот насколько он интересен будет для самарской публики? Я думаю, что проект настолько актуален и он будет очень интересен. И самарской публике, причем любым поколением, любых возрастов, и подросткам, да, и людям старшего поколения. Потому что все это в памяти. Дети должны знать свою историю. Конечно. И, в общем, такой бы, что запасная столица. И должны знать о предприятиях, которые здесь работали. Ну и, наверное, конечно, все-таки 75-летие Победы, которая была знаменована в 2020 году, и ваше предприятие, и ваша библиотека не могли обойти стороной, да? Это все-таки событие. Но вот скажите, ведь у нас в Самаре есть и музеи, выставочные комплексы. А почему библиотека-то может быть конкурентоспособной? Да, мы тоже, когда только вступили в этот проект, мы об этом думали. В чем эксклюзив нашего проекта? Что, во-первых, библиотека – это открытое место для всех читателей. Есть, мы знаем, замечательные музеи авиационного завода. Есть аэрокосмический, но при институтах. Но это, как правило, закрытая территория, оборонные предприятия. Совершенно верно, кстати, да. У нас в библиотеке – это открытое помещение, куда может прийти каждый. Мы планируем по этому проекту создать несколько экскурсий, где будем рассказывать о подвигах во время Великой Отечественной войны. Будет определенная выделена тематика, посвященная Ольге Санфировой. Потому что что мы знаем? Мы знаем, что стоит стелл в сквере Санфировой, мы знаем, что это самарская летчица, мы знаем, что она подорвалась, и все. Как я уже сказала, библиотека обладает очень большим фондом. И опираясь на видеоальманах «Самарские судьбы» под редакцией Виталия Добрусина, где собраны все документы, реальные документы, мы натолкнулись на очень интересную информацию о Ольге Санфировой, которая будет тоже представлена широким кругом посетителей. У нас как раз есть фотографии, я предлагаю их посмотреть. Ну и расскажите, пожалуйста, что интересно. Вы говорите, что уникальные документы, архивные фотографии в том числе. Поподробнее можно приоткрыть завесу? Ну да, вот Ирина Викторовна как раз нам предоставила просто уникальные документы времен Великой Отечественной войны. Несмотря на то, что это было очень тяжелое время, шла война, на заводе выпускалась газета за боевые темпы. Да, газета начала у нас выпускаться. У нас, я уже говорю, потому что это родное предприятие. С апреля 1942 года, несмотря на трудности и бытовые, и нужно было выпускать оружие для фронта, тем не менее завод жил своей жизнью. Уникальность его в том, что предприятие создано на базе четырех заводов, которые были эвакуированы. Четыре разных коллектива. Но они сплотились и жили как одна семья. Газета выпускалась. На первых страницах, конечно, вести с фронта. Это актуально. И газета освещала и бытовые какие-то будни работников, и питания, и даже как дети там, это самое... Ну, актуальную какую-то информацию, новости опять же, да? Да, актуальную информацию и новости, и все. Также в 1942 году, несмотря на сложные положения в стране, на заводе проводились спортивные соревнования. Да, и был в 1942 году организован на стадионе «Локомотив». Состоялся матч среди эвакуированных заводов по мини-футболу, в котором принимала участие команда нашего предприятия. И вот в 2017 году как раз был юбилейный матч тоже на стадионе «Локомотив», посвященный именно вот такому историческому событию. Потом в 1942 году также были организованы на предприятии и кружки художественной самодеятельности. В короткие минуты отдыха организовывались вот агитбригады, и молодежь выступали перед заводчанами. Немножко как-то вот их так, ну, отвлечь. Ну, конечно, поддержать, наверное, да? И поддержать. В том числе и потому, что люди работали настолько самоотверженно, настолько... А ведь если вспомнить, это в большинстве своем еще и были подростки. Подростки, да. Да, совсем юные. Молодежная бригада. Я пока изучала документы представленные, тоже натолкнулась на несколько статей. Это молодежная бригада от 14 до 20 лет. Садите. И работали по 10-12 часов. Труженики тыла. Потом сами же предложили, что мы можем работать круглосуточно. Работали по 24 часа. И вот Ирина Викторовна... Выполняли, да, норму на 200-600 процентов. Это сейчас вообще из мира фантастики, конечно. Но, тем не менее, это было. Вот. То есть у нас такие документы есть. И даже люди-легенды, да, которые вот рассказывали обо всем об этом. И был такой подъем, такой энтузиазм, да. Вот завод эвакуировали в октябре, в начале октября. Еще недостроенные корпуса, раскрытые корпуса. Тут осенняя слякоть, дожди, морозы начались. Ну, люди работали, не покладая рук. И уже в начале ноября на фронт была отправлена первая продукция. А в декабре уже, считай, ну, полтора месяца где-то вот всего лишь прошло, на фронт была отправлена уже большая партия пулеметов ДШК, ШКАС, которые были так необходимы. Я хочу спросить, каким образом сохранились вот эти уникальные документы, фотографии, газета. Вам бережно, наверное, кто-то их передал. Вы работали в правкоме. Я так думаю, что вы очень долго работали на этом предприятии. Наверное, единственная запись записной книжки. Работаю, да. И вот как они сохранились? И большой ли вот этот вот архив, и как он будет интегрирован вот в этот замечательный проект «Залетная полоса»? У нас на заводе, ну, наверное, как и на любом предприятии, был музей трудовой и боевой славы. Вот. И люди, ну, первопроходцы, которые, да, вот все это бережно сохраняли. То есть подшивки газет, какие-то фотографии предоставленные, да, даже есть фотографии, вот как было, как стало. Например, вот та же улица промышленности, там улица Советская армия, которые вот, там где-то была спортивная база в бараке, да. Сейчас на этом месте стоит многоэтажный дом по переулку Корякина. Кстати, переулок Корякина назван в честь нашего директора завода. Да, носит имя его. Так что у нас это все бережно сохраняется. И, в общем, мы думаем, что будет передаваться в следующем поколении. В следующем поколении. Ну, и посредством, конечно, вот этого проекта. Как вы будете работать с этими архивными документами? Что можно будет увидеть на этой выставке? Ну, вот я как говорю, это первое предприятие, которое с нами в проект вступило и предоставило нам просто уникальные материалы, газеты 42, 43, 44 года. Когда проект только планировался, тут немножечко задумка была другая. И в ходе проекта было много неожиданностей. Когда стали нам приносить наши читатели документы, мы поняли, что запланированное выставочное пространство придется, наверное, расширять. Потому что документов мы сегодня принесли малую часть. На самом деле их очень и очень много. Это и воспоминания заводчан, и фото, да, видео даже документы. Как будет проходить? В библиотеке, ну, как я уже сказала, будет организовано выставочное пространство, по нему будут проводиться экскурсии. Это очень важно для нашего подрастающего поколения, потому что сейчас мы все чаще слышим, на фоне особенно альтернативной истории, что вот этого не было, что это там приписано. Вот я сама как-то слышала, проплывая шлюзы на Волжской ЭГС, молодежь стояла и обсуждала, что такое люди построить не могли, что это инопланетяне, там все кто угодно, но только не люди. И вот если мы будем показывать и доносить, и рассказывать, что такое было, представлять действительно подлинные документы... И доносить исторически действительные факты, подтверждающие ход истории. А то мы придем к тому, что через сто лет скажут, что и не было Великой Отечественной войны. А когда есть подлинные экземпляры, то тут уже никаких сомнений даже не будет возникать. На кого все-таки рассчитана вот эта выставка, выставочный проект «Взлетная полоса», на какую аудиторию? Кому она будет интересна? Ну, я все-таки думаю, что это интересно будет подрастающим поколениям. В первую очередь, да. В первую очередь, да. Ну, ветеранам наверняка вспомнить, прийти, прикоснуться. И вот какие-то воспоминания очень теплые, я думаю, что их коснуться непременно. Кстати, наши ветераны у нас ежегодно проводятся на предприятии в канун 9 мая, День открытых дверей, куда мы приглашаем наших ветеранов, работников, гостей, учащихся школ. На этом празднике у нас организован митинг около стелы. У нас есть стелы погибшим работникам. Затем для ветеранов и гостей на площади у нас концерт всегда организовывается. Мы приглашаем профессиональных артистов. И заканчивается это мероприятие, конечно, угощением солдатской кашей. И когда приходят ветераны, на них просто очень приятно смотреться. Они всегда, а помнишь, а помнишь, а помнишь. То есть для них это тоже хорошо, это тоже позитив. Конечно, старшее поколение общается с подрастающим поколением. И вот эти девчонки и мальчишки, школьники, они тоже смотрят на них всегда. И им это интересно. И это очень приятно, конечно. Ольга Викторовна, наверняка в библиотеке номер 5 это не единственный интересный проект. Вот за годы вашей работы, скажите, примерно что-то такое было? Либо вот это настолько уникально и в своем роде неповторимо, что стоит обязательно прийти и посмотреть? Конечно, это очень уникальный материал. Мы всегда проводили встречи с участниками Великой Отечественной войны. Мы очень долгие годы сотрудничали с малолетними узниками концлагерей. Но такого выставочного проекта в истории библиотеки еще не было. О ходе проекта вся информация размещена на сайте Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы. Также на нашей страничке ВКонтакте, в библиотеке номер 5, СМИПС, тоже вся информация публикуется. И в апреле 2021 года, когда будет открыта выставочная экспозиция, мы всех ждем у нас на мероприятии. — Хотела спросить вас про Ольгу Самфирову. Елена Викторовна, все-таки какие, может быть, интересные, уникальные вещи, незнакомые широкому зрителю, вы сейчас можете рассказать? — Ну, конечно, неохота пока раскрывать всю тайну. — Ну, прям чуть-чуть, да? — Ну, что мы знаем, я как говорю уже, да, мы знаем, что это самарская летчица, что она в 17 лет пришла воевать в 41-м, в 42-м году. В 41-м она прошла обучение, в 42-м она уже стала командиром ночной летной бригады. Они, вылет был вместе с Руфиной Гашевой. В общем-то, за ее деятельность было проведено 630 ночных атак. Это и звали их ночные ведьмы. Вот. Приземлились на минное поле. Руфину Гашеву спаслась, а, к сожалению, Ольга Самфирова подорвалась на мине. — Я хотела бы вот еще вернуться к нашим документам, которые здесь представлены, к предприятию, который нам тоже, значит, оказал большую помощь. — Такой интересный факт. Когда наши советские войска вошли в Берлин и попали в рейхсканцелярию Гитлеру, то они обнаружили под стеклом неопознанный предмет. Когда прибыли специалисты, увидели, разобрались, и оказалось, что это как раз вот был пулемет ДШК, который изготавливался на 525-м заводе у нас в Куйбышево во время Великой Отечественной войны. И при нем была записка Гитлера, что этот предмет будет находиться здесь до тех пор, пока вооружение Германии не будет так же хорошо оснащено, чего им, как мы знаем, так и не удалось. — Да, действительно. А есть что-то добавить к этому проекту? — Видеозапись. Ирина Викторовна, знаю, есть у нее в архиве, у них есть видеозапись сотрудника предприятия во время Великой Отечественной войны, когда, как они работали молодежными бригадами, девочками скидывались, там описаны бытовые условия, девочками скидывались на какой-то... — А вы можете посмотреть и продемонстрировать вот это уникальное видео? Будет у вас на этом проекте? — Да, да. К сожалению, там только кусочек, да, то есть человеку 93 года и ее уже нету с нами, но она пожелала, то есть свои пожелания подрастающему поколению. И как старшее поколение, они всегда говорят первое, только бы не было войны, потому что это очень страшно. И когда я разговаривала с ней, да, вот как это было, что это было, и вот, конечно, она говорит, молодость берет свое, но тем не менее, 700 грамм хлеб давали на целый день, если, говорит, выполнял норму, то им еще прибавляли. И вот эту вот прибавку, мы ходили на блаженный рынок, продавали, денежки складывали, копили на пальто. Девчонки молодые, кто, говорит, шел на свидание, одевал пальто, то есть по очереди они вот так вот носили. — Да, таких военных историй очень много, и важно, наверное, да, вот даже такие вещи рассказывать с подрастающему поколению, тем ценнее, наверное, будет память о тех военных годах. Ну вот, перейдя, наверное, к 90-летию библиотеки, скажите, пожалуйста, вот какие бы еще проекты вы могли бы выделить, ну, конечно, не за всю историю, да, вашего учреждения, но, тем не менее, вот, может быть, за какие-то последние годы? — Елена Викторовна. — Так, у нас был очень интересный проект «Страны мира сквозь века». Этот проект имеет свое продолжение, темы лекции по истории и культуре зарубежных стран. Он очень пользуется популярностью, на него приходит много желающих поучаствовать. Очень интересные лекции, иногда возникают во время лекций дискуссии, между собой начинаются споры, кто-то отстаивает какое-то свое мнение. Интересный проект у нас был совместно с московским, с российским издательско-библиотечным проектом «Литмост». «Литмост» — это была целая встреча, онлайн-встреча с писателями, в том числе и с зарубежными писателями. — Я вот хочу спросить вас как раз о сотрудничестве с культурно-просветительским центром «Данила Гранина» в Санкт-Петербург. Что здесь можете рассказать? — Мы с ними познакомились. Познакомились мы не очень давно, это было в прошлом году. Был объявлен конкурс «Читаем Гранина вместе», где мы приняли участие в этом конкурсе, заняли призовое место. И первое место за это было поездка в Санкт-Петербург. В том году у нас библиотекарь от нашей системы, Самарской муниципальной информационной библиотечности, ездила к ним на форум. Связь завязалась. В этом году мы продолжили общение, мы продолжили участие в конкурсе. И опять у нас было первое призовое место. Но в связи с эпидемиологической ситуацией поехать туда не удалось, но зато фонд Гранин нам присылает большое количество книг, пополняя наш книжный фонд. — Ну а чем интересен сейчас современному читателю, в том числе и молодому Гранин? — Гранин — это просто, я считаю, уникальный писатель. Там простым, доступным языком, он интересен всем, начиная с подростков, заканчивая людям в возрасте. Его чудесное просто произведение «Дом на фонтанке», мы его включали в свой план работы. У нас по этому произведению проходило обсуждение, обсуждение этого года, этого произведения. И именно старшеклассники принимали в нем участие, отозвались. И несколько человек также у нас планируют на следующий год подать на конкурс свои работы. — У вас есть любимое произведение Гранина? — Меня очень тронула блокадная книга, которая написана Даниилом Грайном вместе с Олесь Адамовичем. Да, это блокадные годы Ленинграда, самое тяжелое время Великой Отечественной войны. Как удалось выстоять, не потеряв при этом самообладание. — Ирина Викторовна, ну а если вот мы затронули эту тему произведений о войне, что вы любите читать? Вы же читательницы библиотеки номер 3? — Конечно, я читаю, и мне очень нравится. И военная тема мне нравится тоже, и фантастика мне нравится. То есть я, в общем-то, многогранный такой читатель. Я люблю очень читать, поэтому... — Если говорить о библиотечном фонде, какие на сегодня современные, что ли, произведения вы можете предложить читателям? — На каждый возраст можно предложить свои определенные произведения. Если это начинающие, только пришедшие, хотя у нас рядом есть еще другая библиотека, но к нам приходит, мы позиционируем себя как взрослая библиотека, самарская муниципальная информационная библиотечная, приходит ребенок, мы всегда найдем, что ему порекомендовать. Из зарубежных авторов — это Мария Пар, «Вафельное сердце», из отечественных произведений — вилтистов. — Можно ли какие-то современные, последние вышедшие новинки у вас увидеть? — Уникальный писатель. Я была на встрече с этим писателем у нас в Самаре — Захар Прилепин. Я просто влюблена в него. Я перечитала все его произведения. Вот ополченский романс, посвященный как раз и пребыванию на Донбассе. Захар Прилепин пишет открытым, доступным языком, причем непринужденной, легкой форме. Открытие для меня была его книга «Сергей Есенин». Казалось бы, мы все о Есенине знаем, но каким языком Захар Прилепин это описывает, стоит обязательно перечитать. Замечательная его книга «Взвод», посвященная известным личностям, «Кто какой занимал чин». Потому что все выдающиеся, известные люди, они были военные, служащие. Многие информации приоткрываются, например, что в Самаре, в Алексеевке у нас находился Пугачев, прятался. И много других интересных фактов. Хотя эти книги в основном у него не художественные, они либо исторические, либо литературные. — Но читать эти мне интересно, да? — Но читаются они, да, как художественные произведения. — Вот вы сейчас дали прям конкретные такие пожелания, что почитать. Что еще можно почитать? — Если из зарубежных авторов, вот перейдем опять к Великой Отечественной войне, замечательное произведение «Шлинка, чтец». Сейчас ведь тоже за границей в Германии пересмотрели, пересмотрели итоги Великой Отечественной войны. И они описывают в своих произведениях художественных, что простые люди, солдаты, они ведь не хотели воевать. Они были обязаны идти. И вот там в этом произведении написано «Встреча молодого человека с женщиной». Впоследствии он является студентами юридического факультета и присутствует на процессе, который над нацистами. И эта женщина, оказывается, как раз работала в концлагере. И у него совершенно другие представления о ней становятся. И выясняется, что она еще и неграмотная. Ну, это нужно прочитать. Это совершенно новое произведение, которое только-только вышло. Доступности есть, взять можно. Да, в библиотеках есть. И, наверное, не в единственном экземпляре. Нет, конечно. Можно найти в другой. Если в нашей библиотеке нет, то можно рядом где-то узнать. У нас единая сеть. У нас 36 библиотек в городе. Все мы между собой взаимосвязаны. И всегда можем найти даже ближе к дому. Не обязательно ехать к нам. Можно найти, которая библиотека рядом. Ну что же, спасибо большое. Ну и возвращаясь все-таки, подводя итог нашей сегодняшней программы, Ирина Викторовна. Вот сотрудничество такое, в рамках такого проекта, как взлетная полоса, понятно, что вы делаете это для читателей. Но вот что это дало лично вам и, может быть, вашим коллегам на вашем предприятии? Ну, лично для меня, вообще мне это было интересно даже, ну, скажем так, побывать в нашем архиве заводском. Потому что я, вот, например, работаю на металлисте в третьем поколении. То есть дед, отец, все здесь. И у нас очень много таких, ну, скажем, коллективов, внуки, даже уже которых работают на предприятии. И, надеюсь, будут продолжать работать. В будущем году нашему предприятию исполняется 80 лет. И поэтому, я думаю, что все-таки наше предприятие еще долгие-долгие годы будет существовать. Хорошо, спасибо большое. Ну, и завершающее слово вам, как заведующей библиотеки. Что бы хотели пожелать? Новый год наступил. Я думаю, что в этом году у вас будет немало интересных проектов. Ну, и пригласить, конечно, на взлетную полосу. Хочу пожелать всем здоровья. Это главное всего, что тяжелый год мы с вами пережили. Будет у нас только все замечательно. Библиотека наша позиционирует себя как культурно-досуговое учреждение. Мы вас ждем на наших мероприятиях. Еще раз хочу повторить, что вся информация о ходе проекта «Взлетная полоса» публикуется на сайте Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы и у нас на странице в социальной сети ВКонтакте. Библиотека номер 5, город Самара. Спасибо вам большое за интересную беседу, конечно, за такие уникальные архивные документы, с которыми вы сегодня пришли поделиться с нами, ну и, конечно, с уважаемыми зрителями. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Всего хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!